Мир вам, братья и сестры! Хочу всех вас сердечно поприветствовать словами «Христос воскрес!» На протяжении 40 дней после своего воскресения Господь являлся своим ученикам, проповедуя о Царстве Небесном. Мы точно знаем, что произошло через неделю после воскресения. Мы до конца не знаем, что произошло через две недели после воскресения, вот в этот день, в который мы находимся сегодня. Сегодня, возможно, Христос являлся Иакову, возможно, Он являлся более 500 братьям. Мы не знаем, но мы радуемся этим событиям, которые записаны в Евангелии. Сегодня на нашем богослужении мы также хотим прославлять Господа, мы также хотим вспоминать события воскресения и прославлять Спасителя. Но мы также хотим дальше исследовать книгу «Деяния апостолов». Мы хотим смотреть на чудеса, которые Господь совершал через апостолов. И мы делаем это для того, чтобы каждый из нас задал себе вопрос, а что Господь воскресший делает через тебя? Что Господь совершает в твоей жизни сегодня, если ты веришь, что Господь воскрес, и что Он живой, и что Он с нами? И для этого наше богослужение сегодня я призываю всех вас. Давайте все мы встанем, и мы помолимся, и попросим благословения Господня на это богослужение. Господь наш воскресший, мы преклоняемся перед тобой в это утро воскресного дня. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что каждый седьмой день – это воскресение. И вот и в этом дне мы также вспоминаем события твоего чудесного воскресения. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты победил смерть, ты победил ад, ты воскрес, и ты живой, Господь, сегодня с нами. И ты благословляешь нас, находящихся даже вот в этих обстоятельствах. Ты, Господь, даруешь нам единство Духа твоего Святого, когда мы, объединенные твоей любовью, желаем слышать твое слово, молиться тебе, прославлять и петь тебе. Благослови, Господь, нас в этом богослужении. Благослови всех участников этого богослужения. И благослови церковь твою, которая находится в разных местах, в разных странах, по всему лицу земли. Помоги, Господи, чтобы этот воскресный день дал нам особую радость осознания твоего воскресения. Помоги, Господи, нам, слыша слово твое, проверять сердца свои перед тобою, чтобы и мы были воскресшими, чтобы мы жили для тебя, чтобы мы прославляли тебя своей жизнью. В этот час мы поклоняемся тебе, мы верим, что ты с нами, и поэтому мы радуемся этому и верим, что и это богослужение ты благословишь. Слава тебе за все, наш Господь и наш Спаситель. Аминь. Мы будем петь все вместе замечательный гимн «Я знаю, жив мой Искупитель». Я уверен, что все мы это знаем. И дай Господь, чтобы в нашем пении мы действительно исповедовали это, что Господь живой, Он с нами, Он благословляет всех нас. Давайте встанем и будем все вместе петь «Прославляя Господа». Я знаю, жив мой Искупитель, и Он стоит невдалеке. О, мой Господь, и все держите миром судьба в Его руке. Я знаю, жив мой Искупитель. Я знаю, жив мой Искупитель. Искупитель. Я знаю, жив мой Искупитель. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Моё слово сегодня будет по-английски, и я хочу вместе с вами посмотреть на одну историю, когда явился Христос третий раз ученикам, и Петру подошел и спросил три раза тот же самый вопрос. Open your Bibles to John chapter 21. John chapter 21, we're going to be reading from verse 3. John 21, verse 3. Simon Peter saith unto them, And therefore they casted, and they caught so much that they were not able to pull out, for there were a multitude of fishes. Therefore, that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he took off his clothes and jumped in and cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from the land, for they were about two hundred cubits away, dragging the net and the fishes. As soon then as they were come to the land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now caught. Simon Peter went up and drew the net to the land full of great fishes, a hundred fifty-three fishes. And there were all so many, yet was not the net broken. Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples dared to ask him, Who art thou? For they knew that it was the Lord. Jesus then, Come and take the bread, and give them all the fish, and the fish likewise. And this is now the third time that Jesus showed himself to the disciples, after that he was risen from the dead. Now when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Son of Jonas, lovest thou me more than these? And he saith unto them, Yeah, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith unto him the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yeah, Lord, thou knowest that I love thee. And he saith unto him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? And then Peter was grieved, because he saith unto him the third time, Lovest thou me? And he saith unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. And Jesus saith unto him, Feed my sheep. We have read up to verse 17 of John chapter 21. When we look into the life of Peter, and we look back to about three and a half years of when Christ started his ministry, he approached Peter. We know the life of Peter, that he came and he followed Christ. He was so committed. He pronounced words that, I'm going and willingly going following you, and I will even follow you even if I have to die for you. I will never deny you. But when we read 21, the chapter of 21 of John, we understand that Peter denied. Just weeks before this, he denied Christ. When we look into the story of Peter, of this chapter 21, I want to look at three truths that reminds us of God's love. The question that stands today for Christians in the 21st century, Do you love me? First point I want to point to us is that God's love reminds us that we don't belong to ourselves, but to him. The second truth that we're going to look at is that God's love reminds us that we are forgiven in Christ Jesus. And third of all, God's love reminds us to obey his commandments. When we first look at this interesting conversation that Peter has with Christ, he asks him the first question, Do you love me more than these? And I think in the moment when you look, everybody that was surrounded by him, it was the disciples who followed with Peter together for three and a half years. They all denied, so they couldn't say, Hey, Peter, you know, you denied him because they all walked away, so they couldn't say anything to that. But when we look at the life of Peter, we know that he was a fisherman. And when we read chapter 21, verse 3, it says, Simon Peter saith unto them, I go fishing. As if everything, after he denied Christ and turned away, he said, I can't do this anymore. I'm going back to the way I used to live. I'm going back to be a fisherman. I'm going back to my business. I'm going back to the same old life. When we look at this story, Christ asks him the same question three times. It's not just to put him on the spot, but that Peter may examine himself. And Christ wasn't asking the question three times because Peter denied him three times, but it's to show Peter that he cares for him. And the first one is that God's love reminds us that we don't belong to ourselves, but to him, and we read this in 2 Corinthians chapter 5, verses 14 to 15. 2 Corinthians chapter 5, verses 14 to 15, it says, For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died and died for all, that those who should live no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Christ's love compels us. The word compel means to drive us, to move us and motivate us to follow Christ. Today we have a great example, and that's Jesus Christ. And today we have the Lord and Savior before us. When we look back from 2,000 years ago, he is alive and alive more, and he lives in our hearts. We find time in our life to dedicate this day, to open up our TVs, to open up our computers, and listen what the word of God has to say to us. I want to remind you that God loves every single one of you. He loves those that turned away from him. He loves those that denied him. He loves those, and he's passionate to them, that are yet loving back to him. When we look at the story, we understand that God's love for us is that we need to follow him, and we need to serve him. When we look back into the story of how Peter met with Jesus, we look back into Luke chapter 5. If you want to open to that passage with me, Luke chapter 5. Luke chapter 5, it's a story of how these fishermen that saw Jesus, there was two boats, and Jesus got into Simon Peter's boat, and he said, hey, let's go a little bit away from the shore so I could teach the people that are gathered. There was a lot of people that were gathered that day, and he noticed that Peter all night, he knew that Peter all night, says that he tarried. It means that he patiently waited, and he caught nothing. Not a very successful businessman that Peter was that day, but he caught no fish. And then Jesus told him, cast your net. And the moment he caught so much fish, it says that he was brought in fear and amazement. He fell before Jesus' knees, and he said, depart from me, for I am a sinner. You know, Jesus always cared about Peter. He was interested in what Peter is doing in his life, like Jesus is interested in your life today. He's interested in what you are focusing on. He's interested in your business, in your work, in where you are. He's interested, and he wants you to give all your interest to him. He wants you to realize that you need to love, serve him to the very end. And as he came to Peter that day, it says that they forsook all. When we look at verse 11 of this chapter 5, it says, and when they had brought their ships to the land, they forsook all and followed him. You could underline that word, forsook all, for it's leaving everything behind. At that moment, Peter said he doesn't need anything, even though he caught so much fish. And I don't even know what he did with that fish. He probably left it in the boat. Other people came by and grabbed it. But it says that they forsook all and followed him. And now we look back three and a half years later, when Peter denied, and Christ asks him this question, Do you love me more than these? Do you love me more than your business? Do you love me more than your hobby? Do you love me more than the people that are around you? Peter, do you love me? And it's interesting that he doesn't call him by Peter, but he says, Simon, son of Jonas. As if he wants to remind him where he found him, back when we read in Luke chapter 5. We saw the first truth is that God's love reminds us that we don't belong to ourselves, but to him. And the second truth that we look at is that God's love reminds us that we are forgiven in Christ Jesus. This simple question that Jesus asked was a direct question. It's a love of agape. He says, Simon, son of Jonas, do you love me? And Peter did not understand that. Only the third time. As if he got into this grieve moment, this sad moment, because Jesus asked him three times. And then he realized it. That he's trying to remind him of examining himself. You could look back and say, Peter could have said, Hey, Lord, you know, the day that you resurrected, I heard about the news and me and John ran up to the tomb. John got scared. He stopped before the tomb, but I kept on going. And I came inside. But this time we see Peter, he's not committing to anything. He's not saying, Hey, Lord, I'm willing to die for you now. He's just simply answering him the question, Lord, thou knowest that I love you. You know, his heart was changed. He was humbled. From all those scenes that he did, he either cut the servant's ear off. He said that he's willing to go all the way unto death. But when the world pressed on him and he denied Christ three times, Christ wants to make Peter realize that he's forgiven. And today, Christ reminds us that we are forgiven in him. It should always bring us into a humble state. And that because of the, it says in Matthew that because of increase of unrighteousness and sin, in many people, love will grow cold. And this is told to us Christians. We must examine our hearts and our love towards God. If we are growing cold towards God, then we have our passions to something else. Examine yourselves and your love. 1 Corinthians 8.3, it says, But whoever loves God is known of God. In 1 Corinthians 16.22, it says the opposite of that. He who does not love Christ, let him be accursed. When we read that Christ preached, on the Sermon of the Mount, he says that many will come to me that day saying, Lord, Lord, haven't we done miracles and great works in your name? And he says, I never knew you. Depart from me. It's because they never loved Christ. They did everything for their own pleasures just to be known by people. He's going to say, depart from me. The third point that we saw after we saw the second is that God's love reminds us that we're forgiven in Christ. And the third and the last one is God's love reminds us to obey his commandments. In John chapter 14, verse 15, it says, If you love me, keep my commandments. In that same chapter, verse 21 of John 14, it says, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. If your love today was put on a balanced scale, and a balanced scale is where you have two scales on one end that they used back in the day to measure the weight of one item to the other. And if one end you had on your scale and you said, my love towards God, and on the other scale, it said, my love towards myself and the world. If you'd be weighed right now by God, what would be the one that's more increasing of weight? The love towards God? The love towards God or the love towards the people of yourself, the world, and everything around it? We read in the story of Daniel chapter 5 that there was a king, Belshazzar. He was put on a scale, and he says, Belshazzar, you knew that your father knew about God. You knew that your father was humbled, but your kingdom is going to come to an end. He was put on a scale, and he was weighed very light. And today, if God puts you on the scale of your love towards him, and if he asks you this question, do you love me? Replace your name by Peter and ask yourself this question, do I love Jesus? Is Jesus everything that he was from the very beginning that I accepted him? There's a great hymn that being sung by Americans here. It goes like this. Lovest thou me? I left my all, my kingly crown, my heavenly hall. For Bethlehem, for Calvary, I left it all for love of thee. Lovest thou me? Lovest thou me? Behold the blood, blood of sinless Son of God. Go, gaze on Calvary's crimson tide. Behold my hands, my feet, my side. Lovest thou me? Lovest thou me? For thee I died, God for a sinner crucified. O soul, what thinkest thou of me? What hast thou done with Calvary? Lovest thou me? It's a question today that is asked for every Christian. And I want to ask the youth and the teens, during this time of quarantine, where is your love towards God? You know, being in youth and youth fellowship, we're having these online Zoom services. you don't see many people come online. And you ask yourself a question, school got canceled, most people don't work, what else are they busy with? What are you doing with your life? Are you seeking the fellowship among the brothers and sisters to grow more in the knowledge of God and to know how you can love the people around you and love God? Ask yourself that question, do you love me? There's an interesting story that came up that I read about a daughter and a father having a conversation and her name was Emily, she's the daughter, and she said, Papa, do you love Jesus? And her dad did not care about religion or anything about God and he says, Jesus is dead and it's clear and then he resurrected and then he went up to heaven and that was the end of him. and then she kind of looked at him and she said, she said, Dad, Jesus rose again and did what no other man could and if Jesus was not living now, we could not live either. At the moment, he asked her, but how can I love whom I've never seen? And Emily asked a question to Dad. She was, she was a little bit confused and thinking about this question that her dad asked. he said, Dad, I've never seen my mom, you could say, in a way, because she died when I was six months and I don't remember seeing her, but you always tell me about my mom and you tell me how nice she was and how kind she was and you made me to realize that there was a mom that cared about me and I love her, but I don't remember seeing her because I was only six months. And at that moment, she looked up at her dad and his dad was full of tears and he says, Emily, you're making me realize that there is a God and the only thing that's been between me and God is me myself and my denial of him. Today, God is not seen physically, but we can see God in the lives of many Christians that had one life and they turned around and they have a full compassion love towards God. What is your love today? Are you living a life from Sunday to Sunday or are you fully devoted to God? We're going to finish up right now with prayer, but before we start praying in our groups and you pause the video on your screens, give it 30 seconds, a moment of silence, and ask yourself this question, do I love Jesus? and see if you could hear, do you truly love Jesus? Answer that question to yourself, give it about 30 seconds, and then you guys can pray and everybody pray, but the challenge is today that Christ asked 2,000 years ago, Simon, son of Jonas, do you love me? Let us pray. Amen. Amen. Dear Heavenly Father, Lord, I thank you for this day. I thank you that you gathered us and all the families and everyone that is gathered, and the question stands today, do we love you? And Lord, you ask this question to me, and you know that I'm not always perfect and I fail on you, and I ask for forgiveness that my love is not so passionate towards you, and I pray that you give me strength and that you encourage me and continue to grow in more of your knowledge, that I may leave a good example, that I may be the light, that I may be obeying your commandments, Lord, for they are perfect. Lord, I pray for all the teens and youth of our church and those who've grown cold grown cold to your word, to prayer, to fellowship. I pray that you reach out to them and you draw them closer to you. I pray for all the families that lost interest in even opening up their TV or their computers and having fellowship with us. I pray that you reach out to them, you remind them that you died for them and you resurrected. I pray for those who are struggling and that you help them get up. Thank you for the forgiveness that you've given us on the cross. May your name be praised and glorified. We pray all these things in the name of Jesus. Amen. Вопрос Иисуса Христа звучит ко всем нам. Любишь ли ты меня? И если мы исповедуем нашу любовь к Господу, Он дает нам поручения, Он посылает нас на служение. Я хочу сказать всем тем, кто слышит наше богослужение, несмотря на то, что мы находимся на карантине, несмотря на то, что нету возможности собраться всей церкви вместе, но если Бог побуждает вас к покаянию, если вы слышите стук в сердце, если Господь звучит к вашему сердцу и вы хотите обратиться к Господу, вы можете и должны это сделать. Вы можете помолиться дома, вы можете позвонить служителям, вы можете прийти сюда на богослужение, чтобы склониться здесь и обратиться к Господу и сказать, я люблю тебя, Господь. В это трудное время мы слышим, что иногда люди болеют, иногда христиане умирают, но для нас верующих есть обетование, кто Иисуса любит и за ним идет, тот на небе будет. Для нас это великое обетование и да поможет нам Господь. Давайте мы все встанем и споем этот замечательный гимн «Разливайся песня радостным потоком». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он стал ревновать о Боге Он из слабого стал духовно сильным И наша молитва, чтобы все члены церкви были именно в этой группе Становились более сильными Общаясь с Господом и доверяя Ему свою жизнь И да поможет Господь всем вам в этом, особенно в этом воскресном дне День воскресенья день Миром счастья, без свободы и любви мы знаем этот день Наш Иисус победит И дорогу за свободу нам открыт День, когда народ с почтением наполняет Божий дом А Великого воскресенья мы услышим и споем Мы прославим Бога в песнях и молитвы возвесем Послабонит нам сердца Его любовь День, воскресенья день Миром счастья, без свободы и любви мы знаем этот день Наш Иисус победит И дорогу за свободу нам открыт И с открытыми сердцами Мы поем Иисусу судьи Мы сегодня вспоминаем Смерть и смерть Он победит И сердца будут открыты Чтобы принять слова Его Этот день желаем только одного День, воскресенья день Миром счастья, без свободы и любви мы знаем этот день Наш Иисус победит И дорогу за свободу нам открыт День, воскресенья день День, воскресенья день Миром счастья, без свободы и любви мы знаем этот день Наш Иисус победит Наш Иисус победит И дорогу за свободу нам открыт И дорогу за свободу нам открыт И дорогу за свободу нам открыт Евангелие Иоанна, 11 глава, 25 стих Иисус сказал ей Я есть воскресенье и жизнь Верующий в Меня, если и умрет, оживет И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек Веришь ли сему? Одни желают увидеть знамения Насытить сердца чудесами ложными Другие в мудрости ищут спасения А мы проповедуем Сына Божьего А мы проповедуем милость Господнюю Сошедшую с неба любовь бесконечную Рожденного женщиной в мир Сына Плотника Но Он Сын Божий и Сын Человеческий Кто душу зажжет божественной истиной Вся мудрость земная грехами запятнана Устали философы в поисках истины А мы проповедуем Иисуса распятого А мы проповедуем крест Искупителя Голговские раны и кровь и страдания Прощенье, сокрытое в смерти Спасителя Он умер за нас на кресте по Писанию Он веру дает в неверии страждущим Свободу и жизнь силой подвига крестного В Иисусе Христе благодать есть для каждого И мы проповедуем Иисуса воскресшего Он есть наш Господь и Учитель наш любящий Во имя Христа преклоняем колени мы Он Царь наш и Бог в настоящем и в будущем Мы с Ним не увидим ни смерти, ни тления Ни хлебом единым живет человечество И смерти телесной страшней смерть греховная А мы проповедуем Господа вечного Победу Иисуса над властью греховную Тому, кто грехам своим жаждет прощения Тому, чья душа вся изранена бедами Тому, кто нигде не нашел утешения В пасхальное утро Христа проповедуем Никто во вселенной Его не заменит вам Никто вам не скажет Придите, уставшие Покоя ни в мудрости нет Ни в знамениях Придите к Иисусу за вас умиравшему Придите и веруйте в силу Создателя Придите и больше не будете грешными Мы вам проповедуем Иисуса распятого Мы вам проповедуем Иисуса воскресшего Аминь Он воскрес и теперь переливами Бьется радость в прощенных сердцах От поверчен, трепещен, веселий Поцарился Господь в небесах Он воскрес, никогда, день и правда Не сумеет, а не закрит Многоцветие наполнит нам радуга Вечный Бог продолжает любить Же Господь торжествует Же Господь торжествует Пусть странники Отмешалою Бога земли Тех, кто в мире заправду изгнали Тех, кто узко тропою пошли Он воскрес, никогда, день и правда Не сумеет, а не закрит Многоцветие наполнит нам радуга Вечный Бог продолжает любить Он воскрес, потому без спасения Чудной песни повсюду звучит Откажись от греха и неверия Он воскрес, никогда, день и правда Не сумеет, а не закрит Многоцветия наполнит нам радуга Вечный Бог продолжает любить Он воскрес, никогда, день и правда Не сумеет, а не закрит Многоцветие наполнит нам радуга Вечный Бог продолжает любить Христос воскрес, братья и сестры Еще одна возможность есть Поздравить всех вас С этим замечательным праздником Которым мы вспоминаем еще в эти дни Вместе с вами Несколько месяцев уже назад Мы вместе с вами, вместе с церковью Начали разбор книги Деяний апостолов Если вы помните, книга эта Она рассказывает об основании О развитии и жизни Первой апостольской церкви С момента сошествия Духа Святого В день Пятидесятницы Мы помним прекрасно эти события Церковь в Иерусалиме Начинает свое вот такое Вдохновенное служение В церкви начинается сильное Свидетельство учеников и апостолов Буквально сразу же мы наблюдаем, что Совершается обращение многих иудеев Люди начинают приходить в церковь Начинают каяться, получать спасение Мы с вами наблюдаем, что вот в эти дни Первая апостольская церковь Она постоянно находится в общении Постоянно происходит изучение Священного Писания Постоянно церковь находится в молитвах Братья и сестры Вот этой новой первоапостольской церкви Они внимательно друг к другу Они заботятся друг о друге Но вместе вот с этим успехом И таким благословением Первых дней вот этих первоапостольской церкви Мы замечаем с вами, мы дальше смотрели Это следующие главы Книги Деяния апостолов Вместе вот с этими успехами Начинаются и испытания церкви Испытания начинаются сначала изнутри Когда арестовывают Петра и Иоанна Когда им запрещают проповедовать Слово Божие Испытания церкви начинаются и снаружи И изнутри, извне, да? Испытания извне Это арест Петра и Иоанна Испытания изнутри Это вот та история Которая произошла с Ананией и Сапфирой В прошлый раз Вот мы как раз смотрели эту историю Которая записана В пятой главе Деяния апостолов Оказывается, что уже с первых дней Братья и сестры Вот в церкви Христовой Были разные люди Люди разного духовного уровня Там были люди духовные Там были, очевидно, люди плотские Там были люди, которые действительно Искренне покаялись Там, очевидно, были люди Люди, которые были коварные И вот после этих трагических событий С Ананией и Сапфирой Мы читаем вот этот стих Эта история заканчивается так И великий страх объял всю церковь И всех слышавших это И после этой истории начинается Другая тема, о которой мы сегодня С вами немножко поговорим Тема наших рассуждений Называется чудеса апостолов Эта тема раскрывается вот в этом Следующем стихе Деяния, пятая глава С двенадцатого стиха Деяния апостолов, пятая глава С двенадцатого по шестнадцатый стих Включительно мы будем читать Руками же апостолов Совершались в народе Многие знамения и чудеса И все единодушно Пребывали в притворе Соломоновом Из посторонних же Никто не смел пристать к ним А народ прославлял их Верующих же Более и более присоединялось Господу множество Мужчин и женщин Так что выносили больных на улице И полагали на постелях и кроватях Дабы хотя тень проходящего Петра Осенила кого из них Сходились также в Иерусалим Многие из окрестных городов Неся больных И нечистыми духами одержимых Которые и исцелялись все Наша тема сегодня Опять же это чудеса апостолов Друзья я думаю каждый раз Когда мы вот встречаемся С такими местами Текстами Священного Писания Которые говорят О таких сверхъестественных Событиях Чудесах У нас сразу Несколько вопросов возникает Вот некоторые из них Я думаю что Мы всегда думаем Что именно тогда происходило Как долго это длилось Кто участвовал В этом событии И естественно Один из важнейших вопросов А должно ли это Или может ли это Происходить сегодня Должны ли такие события Происходить в моей жизни Смотря вот на вот этот текст Друзья я бы хотел Вместе с вами Немножко очень кратко Разобрать первый стих Который мы с вами прочитали Это Деяние 5.12 Если мы посмотрим Друзья на вот этот стих И мы вот обратим внимание На некоторые слова В этом стихе Мы придем К нескольким выводам Первый вывод Друзья я бы хотел Обратить внимание Это слова Которые мы читаем Сразу же в 12 тексте Руками же апостолов Знамения и чудеса Написано Совершались Руками апостолов Не написано Что апостолами Совершались И вот эти Вот это выражение Руками апостолов Друзья это знак Того что апостолы Они были Только служителями Вот в этих событиях Что происходило Вокруг них Хотя это совершалось Руками их Но на самом деле Апостолы были только служители Они были только Проводники Они только Передавали то Что им было Дано В некоторых переводах Это выражение Переведено Может быть немножко Более понятно для нас Написано Через апостолов Совершались вот эти Многие знамения И чудеса Это то же самое Вот выражение Которое использовал Апостол Петр В своей проповеди Если вы вспомните Первая проповедь Апостола Петра И он говорил Мужам израильскими Говорил Сего Иисуса Вы взяли И пригвоздив Руками беззаконных Убили Он тоже говорит Что фактически Фактически да Мы вот знаем эту историю Что Иисус Христос Действительно Был пригвожден Руками беззаконных Но апостол Петр Здесь говорит Что на самом деле Реально вот за этими руками Стояла другая сила Другая власть И действительно Хотя эти руки И пригваждали Но он говорит Это не те руки Которые пригваждали Это вы Говорит Вы убили У вас была власть Над этими руками То же самое Вот в нашем смысле Вот в нашем тексте Друзья Вот это вот Выражение Руками апостолов Совершались Великие знамения И чудеса Фактически да Действительно Участвуют руки апостолов Но реально За действиями руками апостолов Вот за их видимыми действиями Стоит кто-то другой Который и руководит И руками апостолов И всем тем Что совершается А именно Многие знамения И чудеса Апостолы Прекрасно понимали Что происходит Друзья Если мы посмотрим Они никогда не скрывали об этом Мы смотрим Что сразу же После исцеления Прокаженного Петр об этом свидетельствует И он говорит Это не мы сделали Это не наша сила Это не мы Вот источник этого исцеления 4 4 глава 10 секс Петр так говорит Да будет известно Всем вам и всему народу Израильскому Что именем Иисуса Христа Назарея Которого вы распяли Которого Бог воскресил Из мертвых Им поставлен он Перед вами Здрав Апостол Петр Конкретно И четко указывает Вот эту причину Причина чуда Первая причина Вот этого чуда Которое якобы Оно и совершилось Руками апостолов Петром и Иоанном Но он говорит Это не мы Это сила Господа Иисуса Христа Которого Бог Воскресил Из мертвых Потом помните Вспоминайте события Когда вот Возвратились После этих событий Петр и Иоанн И они молятся Вместе с церковью И они опять же Говорят об этом И говорят такие слова Дай рабам твоим Со всею смелостью Говорить слово твое Тогда как ты простираешь Руку твою На исцеление И на соделание Знамений и чудес Именем Святого Сына Твоего Иисуса Еще раз свидетельствует Петр и говорит Это ты делаешь Это ты творишь Это твоя сила Совершает Вот эти все Множество знамений И чудес О которых мы с вами Сегодня говорим Об апостоле Павле Тоже самая мысль Подчеркивается В Деяниях апостолов В 19 главе Написано Когда О Павле Что он тоже совершал Написано Немало чудес И знамений И написано так Бог Что ты делал В своем служении Павел многое делал В своем служении И руки участвовали Во его служении И через это На служении написано, что много чудес и знамений, великих знамений совершалось через апостола Павла, но написано, Бог же творил за действиями апостолов, друзья, за руками апостолов, за вот этими видимыми какими-то знаками, действиями Бог творил чудеса и знамения. Вот эти чудеса и знамения, друзья, они не были доказательством силы апостолов, чудеса и знамения не были доказательством авторитета и власти апостолов. Но вот в этом тексте мы понимаем, когда говорится о руках апостолов, мы должны ясно понимать, что чудеса и знамения, они должны были быть доказательством силы Божьей, его творчества, его участия, Бог, который творил чудеса через апостолов. Я думаю, что, может быть, и название нашей темы не совсем тогда правильное. Если правильно бы сказать, друзья, то, наверное, мы бы сказали не чудеса апостолов, а чудеса Божии через своих апостолов. В Ветхом Завете, в книге Исход, 34 глава, там есть интересный текст. Написано, и сказал Господь, вот я заключаю завет, «Пред всем народом Твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого Ты находишься, дело Господа». И увидит весь народ, среди которого Ты находишься, дело Господа. Братья и сестры, скажите, что должен был увидеть народ Божий? Написано, увидит весь народ, Господь говорит, увидит весь народ. Что должен был увидеть народ Божий? Народ Божий должен был увидеть чудеса, которые творил Господь. И вместе с этим они должны понять это, должны связаться с этим, об этом говорит сам Господь. Они, я, говорится, делаю великие чудеса, которых не было по всей земле. Увидит весь народ, и этот народ должен сделать вот это заключение. Это дело Божие. Настоящее чудо, братья и сестры, которое совершается в нашей жизни или в жизни апостолов, это всегда должно быть делом Божиим, это всегда дело Божие. Да, может быть, совершают это чудо руками другими, может быть, человеки участвуют в совершении этого чуда, но это написано дело Божие, это его труд, и это Божья сила. Это, вот именно это должен был увидеть израильский народ во всех чудесах, во всех великих знамениях, которых так много было в жизни израильского народа, они должны были увидеть, что это не что иное, как дело, действие Божие. Помните вот эту интересную мысль, когда Иосиф, когда ему было действительно чудесным образом открыто толкование снов, которые приснились фараону, и он говорит, это не мое, это не я совершаю, это не мое, говорит, это Господь, это действие Божие. Второй вывод из текста вот этой пятой главы, двенадцатого стиха. Опять же, хочу обратить на вот эти два слова, которыми начинается двенадцатый стих, написано «руками, руками же апостолов». Друзья, обратите внимание, не написано, что руками всех собравшихся в притворе Соломоновым, не написано, что совершались эти знамения и чудеса руками исполненных Духа Святого, да? Не написано, что чудеса и знамения исполнялись руками всех учеников, но написано конкретно, ясно, руками апостолов. Определен конкретный круг лиц, друзья, которые участвовали вот в проявлении вот этих знамений и чудес. Когда мы смотрим немножко в начало вот этих событий, может быть, это когда еще Христос был на земле, в Евангелии от Матфея, десятая глава, именно об этом говорится вот это призвание и наделение вот этой властью своих двенадцати учеников. Мы читаем с десятой главы Евангелия от Матфея, сам Христос написано «Призвав двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И дальше перечисляются имена двенадцати, не больше и не меньше, двенадцать апостолов. В Деяния 2 глава, 43 текст, мы тоже находим этому подтверждение, когда говорится о чудесах и знамениях, которые вот совершались в эти дни, написано «И много чудес и знамений» в 43 стихе мы читаем, совершалось через апостолов в Иерусалиме. Апостолы это были те, которым дано было действительно проявлять, проводить через себя и использовать вот эту силу, данную Богом, для совершения многих знамений и многих чудес. Да, мы знаем, и, конечно, читающая Библию знает, что после двенадцати были еще семьдесят. И действительно, и семидесяти ученикам, когда Христос отправлял их по двое в селение, Он тоже им дал определенную власть и силу совершать подобные знамения. Кроме того, были определенные немногие сотрудники у самих апостолов, например, это Стефан и Филипп, которых рукоположили сами апостолы и доверили им также и вручили им подобное служение. Но при всем этом, все-таки, братья и сестры, это был действительно небольшой круг лиц. Это был и апостол, и буквально несколько человек больше, которые действительно получали вот этот великий дар, особый дар, через который Бог проявлял свою силу и свою власть. Апостол Павел в своем послании во 2 Коринфянам 12 главе, 12 стих, он говорит, опять утверждает это и говорит, «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Друзья, знамения, чудеса и силы, Павел конкретно говорит, «Это были признаки апостолов». Это были признаки апостолов. Для них были даны вот такие признаки, свидетельства того, что через них Бог действительно может так вот действовать. В 1 Коринфянам тоже апостол Павел задает такой риторический вопрос. Он говорит, «Все ли апостолы?» И, естественно, вопрос «Нет, конечно же, не все». Он дальше говорит, «А все ли имеют дары исцеления?» И, конечно же, ответ «Нет, не все». Вот эти места священного писания, братья и сестры, дают нам основание полагать, что вот эти знамения и чудеса вот в той форме, в которой мы с вами прочитали в первых главах «Деяния апостолов», они были присущи только апостолам. Они были присущи только определенным людям, вот этой небольшой горстке людей, которые получили вот эту вот силу и власть совершать такие знамения и чудеса. И мы можем сказать, что когда уходят апостолы, вместе с уходом апостолов прекращают существование и вот эти особые дары, которые были им даны как особые признаки для апостолов. Об этом также апостол Павел говорит нам в первом послании к Коринфянам. Если вы помните, друзья, вот этот текст, когда он говорит, что... 1 Коринфянам, 13 глава, апостол Павел говорит, что пророчества, языки, знамения в определенное время прекратятся. Это конкретный текст, который говорит нам, что вот эти знамения, языки, пророчества, чудеса, они носят не постоянный, а временный характер. Апостол Павел говорит, что они прекратятся. Когда придет совершенное, то то, что отчасти оно прекратится. Более того, друзья, из истории церкви, из истории отцов церкви, которые руководили церковью во II веке, во II столетии, III столетии развития церкви, нигде вот в исторических их свидетельствах не упоминается об использовании каких-либо языков, каких-нибудь особых чудотворных даров или каких-нибудь великих пророчеств. Такого в истории и свидетельстве истории мы не находим. Во многих даже посланиях, друзья, если вы обратите внимание, когда мы размышляем вот о вот этих особых дарах, силы, проявления Божьей, во многих даже посланиях мы не находим никакого указания на то, что вот эти вот действия Божьи, они носили такой вот общий характер, чтобы они проявлялись везде, повсюду и навсегда. Поэтому чудеса знамения, чудеса и знамения апостолов, они вот носят такой временный определенный характер для определенных людей и были только чудесами и знамениями для апостолов. Еще один вывод, друзья, который хотелось бы сделать, смотря на 12 стих, деяния святых апостолов. Мы с вами читаем, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Друзья, вот эти знамения и чудеса великие, через которые, как мы сказали, действовал сам Господь, они совершались в народе. Они не совершались в церкви, они не совершались только в притворе Соломоновом. Они не собирались там, где собрались братья и сестры вместе для совместного служения или молитвы. Написано, что они совершались в народе. Знамения и чудеса должен быть виден народ, который не знал Иисуса Христа. Не знающие Иисуса Христа, они должны были видеть вот эти знамения и чудеса. Именно для них, вот если мы посмотрим, мы увидим, что именно для них были явлены вот эти великие чудеса Божии. В 10 главе Матфея, которую мы с вами начали читать, это то событие, где Христос первый раз наделяет своих апостолов вот этой великой властью. Написано, что Он призвал 12, дал им власть над духами, власть врачевать дал, болезни и всякие недуги. И написано дальше, Он послал их и сказал, идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Идите к погибшим, которые не верующие, которые не знают спасения. И написано дальше, ходя проповедуйте, и только после этого исцеляйте, воскрешайте и изгоняйте. 10 глава Евангелия Матфея. Знамения и чудеса, друзья, должны были увидеть в первую очередь неверующие люди. Это было знамение для неверующих. Это для них Бог хотел явить свою силу и свое всемогущество для свидетельства о том, что вот это действительно новое учение, о котором говорил Иисус Христос, новое учение, о котором говорили апостолы, оно имеет основание на том Боге, которого знали евреи. Действительно, друзья, я думаю, если вы подумаете, я вот так представлял себе, насколько трудно было израильскому народу принять Новый Завет. Представьте, вот более тысячи лет из поколения в поколение, каждый день, каждый год еврейский народ, он воспитывался на законе Моисея. Для них это было впитано кровью уже. Они знали о Боге, они знали о Моисее, они знали о законе. И нужно сказать, что вот это знание такое, это не было просто какое-то личное субъективное восприятие. Это было действительно, это был реальный опыт в их жизни. Они прекрасно знали, как Бог действовал. Они прекрасно знали Бога, который дал им заповеди. Они прекрасно знали заповеди, которые Бог им дал. И вот тысячелетиями у них развивалось вот такие отношения с Богом. И вдруг, в какой-то момент пришел Иисус Христос, пришли его апостолы, и они говорят, «Конец закону». Закону конец. Иисус Христос, конец закона. Эти люди говорят, что спасение, оправдание, жизнь вечная теперь в Иисусе Христе, не в законе. И я вот представляю, насколько трудно, насколько трудно, действительно, логически было принять вот эту вещь, вот эту весть, новую весть, новый завет, принять верующим, верующим в закон иудеям. И именно вот знамения и чудеса должны были свидетельствовать неверующим иудеям, что вот это вот новое учение, вот эта новая весть, о которой вещали апостолы и ученики, за этим всем стоит сам Бог. Бог Авраама, Исаак Якова, которого иудеи прекрасно знали. Они знали его силу, они знали его чудеса, они прекрасно знали, на что был способен их Господь. И действительно, чудеса вот эти подтверждали подлинность связи с Богом. Об Иисусе Христе апостол Петр так сказал, Деяние 2.22, «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас». Апостол Петр говорит, что сам Бог, вот этими чудесами, знамениями, Он свидетельствовал о Сыне Своем, об Иисусе Христе. Это было свидетельство самого Бога. Вот на это были направлены чудеса и знамения Божии. Вот именно поэтому, друзья, неудивительно, когда мы смотрим на вот эту историю, когда к Иисусу Христу, помните, пришел фарисей, которого звали Никодим, и он ему сразу говорит такие слова. Он сказал, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». И посмотрите, откуда такая уверенность у Никодима. Он говорит, «Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Вот действительно, смотрите, верующие, верующие в закон, даже фарисеи, они, видя чудеса и знамения Иисуса Христа, они видели, что за этим стоит Бог. И он говорит, «Мы знаем, что ты пришедший от Бога, потому что таких чудес, которые ты творишь, никто не может делать, если с ним не будет сам Бог». Вот именно для этого, друзья, сам Иисус Христос делал много чудес в своей жизни. Так много примеров чудесных, которые оставил нам Иисус Христос. Именно поэтому апостолы совершали много чудес в своей жизни именно с той же целью. Апостол Иоанн говорит, опять же, подчеркнув эту мысль, в 20 главе, в конце он говорит, «Много сотворил Иисус и других чудес, которых не написано в книге сей, и написано, дабы вы уверовали, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий». Оказывается, друзья, вот если опять же смотрим на этот текст Иоанна, оказывается, что чудеса предшествуют вере неверующих людей. Они помогают им уверовать. Для уверовавших знамения и чудеса просто не нужны. Если действительно есть в нас вера, если в моем сердце есть живая вера, друзья, братья и сестры, что-то видимое нам не нужно, потому что в нашем сердце уже есть вера. И в этом наше блаженство, друзья. Об этом сам сказал, помните, Иисус Христос в Фоме, которого мы не так давно вспоминали, Он говорит, «Блаженные, невидящие, но уверовавшие». Вера заменяет чудеса и знамения в нашей жизни. Именно поэтому руками апостолов совершали знамения и чудеса в народе, друзья, как свидетельство для этих неверующих людей о силе Божией для того, чтобы помочь неверующим уверовать. И мы читаем вот в этом месте Священного Писания, которое мы с вами изучаем, результат этих знамений и чудес. Написано, «Все единодушно пребывали в притворе Соломоновых, из посторонних никто не приставал, их посторонние оставались вовне». Был хороший такой отзыв в народе о христианах. И написано, «Верующих же более и более присоединялось к Господу». Вот действуют чудеса и знамения. Через чудеса и знамения, друзья, совершается вот это построение церкви, и в первую очередь верующие более и больше присоединяются к церкви, присоединяются к Господу. После краткого такого с вами изучения этого стиха, друзья, хотелось бы сделать несколько выводов для нас. Какие уроки для нашей повседневной жизни? Что сегодня, друзья, говорит нам сегодня, мне говорит вот этот пример апостолов и то, что происходило в их жизни? Ну, во-первых, немножко, может быть, я повторюсь опять. Первый урок для нас, друзья, что цель чудес это подтверждение подлинности того, кто исполняет это чудо. Иисус и его апостоли совершали действительно много чудес, и этим они подтверждали через них Бог, можно сказать, подтверждал, они подтверждали свою проповедь. А именно, вот на основании Иисуса Христа, на основании учения Иисуса Христа и на основании учения апостолов, мы читаем в Ефесянам 2.20, утверждается наша вера, друзья. И если мы об этом думаем, на чем основана и утверждена наша вера, на основании учения Иисуса Христа и учения апостолов, вот в этом смысле, друзья, мы можем смело сказать, что чудеса и знамения для нас в большой мере сегодня не нужны. Они теряют свою надобность, потому что послание Иисуса Христа и послание всех апостолов, оно уже подтверждено и запечатлено в Писании. Это уже законченное, полное откровение, достаточное для нашего спасения. Вот здесь, друзья, полнота нашего спасения. Мы действительно сегодня не несем никаких дополнений. У нас нет более нового откровения, у нас нет более нового завета сегодня, для того, чтобы нам использовать или нам нужны были какие-то знамения и чудеса, чтобы подтверждать, что Бог что-то новое хочет передать для своих людей. Мы имеем полное, законченное откровение, достаточное для нашего спасения. Поэтому знамения и чудеса, которые совершались руками апостолов, сегодня утрачивают свое значение. Это вот первый урок. Второй урок, друзья, мы должны твердо сказать, когда мы смотрим на вот эти тексты, мы смотрим и можем твердо сделать вывод, что наш Бог, друзья, это Бог чудес. Наш Бог это Бог чудес. В Салме 76 Асав так восклицает, говорит, «Ты Бог, творящий чудеса». Именно поэтому, друзья, я думаю, что в нашей Библии и в Ветхом Завете, и в Новом Завете так много всяких различных чудес, и малых чудес, и больших, друзья. Для меня вот вопрос такой для деток, которые смотрят меня сегодня. Детки, как вы думаете, какие чудеса больше любит сам Бог? Большие чудеса или маленькие чудеса? Вот для вас, какое вам интереснее чудо? Большое чудо или маленькое чудо? Я думаю, друзья, что Бог, если вы ответили, что Бог любит большие чудеса, я с вами соглашусь. Действительно, вот мы, если многие чудеса вспоминаем, мы понимаем, что Бог это Бог больших чудес. Вспомните, когда Бог переводил свой народ израильский через море, да? Я думаю, если Бог не любил бы больших чудес, он бы нашел что-нибудь помельче. Он бы нашел какой-нибудь ручеек или какую-нибудь маленькую речку и сказал, ну ладно, сделаем маленькое чудо, пройдем через реку. Но Бог находит большое глубокое море и воды раздвигает, и через вот эту вот огромную толщину воды народ Божий идет на другую сторону. Бог любит большие чудеса. Вспомните, я вспомнил, друзья, вот это чудо, которое сотворил когда-то пророк Илья. Помните, когда он позвал 450 пророков Вала и дал им возможность, да, чтобы их жертвенник зажегся огнем после их молитвы. И когда этого не случилось, он построил свой жертвенник. И мне кажется, если Бог любил бы маленькие чудеса, вы знаете, что бы сказал бы Ильей? Ильей бы просто сказал бы, огонь сожги, или там, Господь, пошли огонь, и пускай все увидят, что огонь от тебя сошел. Но Ильей так не делает. Ильей понимал, что Бог любит большие чудеса, и он говорит, лейте четыре ведра воды. Он увидел, что поднялась вода, он говорит, лейте еще воды больше. А Ильей понимал, что чем больше воды, тем больше будет чуда, которое Господь может совершить. И третий раз сказал, лейте еще воды туда. И только тогда, когда вода наполнила весь этот жертвенник, и жертвенник, и дрова, и вся жертва, они оказались в воде только тогда. Ильей говорит, теперь я буду молиться. И Бог действительно совершает великое чудо. Сходит вот этот огонь, и Он пожирает все, что на жертвеннике, и всю воду, и все, что там было. Бог действительно, Бог любит, наш Бог любит большие чудеса. Славьте того, пишет в Псалме 135, Псалмопевец Давид, славьте того, который творит чудеса великие. Друзья, наш Бог не изменяется. Мы знаем, что об этом говорит Писание, что вчера, сегодня и вовеки наш Бог, Он тот же. И сегодня Он творит чудеса, и маленькие, и большие. И сегодня Он говорит, как когда-то сказал народу своему израильскому, «Я соделаю чудеса, и вы увидите, весь народ увидит, что это дело Господа». Вопрос для нас, друзья, видим ли мы сегодня дело Господа в нашей жизни? Вижу ли я и уверен я, что Господь действительно действует в моей жизни, и это является чудом, чудом проявления Божьей силы? Филиппийцам апостол Павел пишет, «Я уверен, что начавший вас доброе дело будет совершать его до конца». Как важно, друзья, чтобы вот этот Бог чудес, Бог сильный, который начинает великое дело в нашем сердце, в нашей жизни, друзья, он должен и может совершать его до конца. Если мы видим вот это действие Божие, если мы видим, что Бог действует в моей жизни, друзья, это действительно великое чудо в нашей жизни. Чудо нашего возрождения, чудо нашего спасения, чудо прощения, друзья, чудо нашего освящения в нашей жизни. Если мы видим плоды вот этого в нашей жизни, это действительно чудо Божие. Ни один человек, никакие инстанции, никакие врачи, никакая милиция, она не может сделать вот этого чуда в жизни человека. Господь совершает это силою Божией. Дела Божьи, друзья, они и, может быть, на более мелком уровне должны быть замечены нами. Это ответы на молитвы, на наши молитвы, на молитвы святых, друзья. Как много примеров, к сожалению, нет времени приводить примеры из своей жизни. И таких примеров может быть очень много в вашей жизни, когда действительно Господь отвечает на молитвы святых. Господь совершает и исцеление, друзья. И сегодня у нас есть много оснований верить в чудеса, которые действительно Господь может сегодня делать через служителей своих. Вспомните вот это послание Иакова, где написано, что если болен кто из вас, пусть придет пресвятеров в церкви и помолится с помазанием. И такое совершается сегодня. Я знаю служителей, которые часто практикуют такую библейскую практику, и он свидетельствует и говорит, в большинстве случаев такая молитва действенная. Великие и малые и большие чудеса происходят, когда действительно народ поступает так по Писанию. Действительно, Бог, друзья, я думаю, посмотрим мы на нашу жизнь вокруг, и мы понимаем, что действительно Бог это не только действует, когда охраняет нас, когда Он возрождает нас. Но и тогда Бог действует, когда посылает в нашей жизни какие-то трудности и испытания. Трудности и испытания – это действие Божие в нашей жизни, друзья. Об этом говорит Писание, когда говорит об укреплении нашей веры. И Господь говорит, что через испытания, которые Бог посылает, и хотя не посылает нам больше, чем мы можем с вами перенести, но и в этом действует сила Божия, Бог трудится в нас. Это чудо Божие в нашей жизни, чтобы укрепить нашу веру и чтобы влечь нас к совершенству. Наверное, последняя мысль, друзья, о которой хотелось бы сказать, еще один третий урок – это правильное отношение к чудесам Божьим. Нету времени уже читать много мест из Писаний, друзья, но очень быстро Слово Божие говорит, как правильно относиться к тому, как Бог действует в моей жизни, чтобы действительно видеть вот эту руку, друзья, видеть чудеса Божьи, чтобы чудеса Божьи не остались на страницах Священного Писания, чтобы, когда мы говорим, что чудеса апостолов, они остаются там и с ними, мы должны прекрасно понимать, что Бог тот же, и чудеса свои, и свое действие Он и сегодня совершает в нас, и в Церкви своей. Псалопевец говорит, вспоминайте чудеса Его, не забывайте, вспоминайте, друзья. Когда-то, помните, народ израильский собрал 12 камней, когда они вышли из Иордана, и Иисус Навин говорит, вот здесь их поставьте, такой памятник, и народ спрашивает, зачем? Он говорит, чтобы помнили поколение, чудо, которое совершил Господь. Вспоминайте таковые чудеса. Псалом 105 говорит, уразумейте чудеса. Друзья, как важно для нас не только помнить чудеса, но и уразуметь чудеса. Как часто в нашей жизни мы спешим и просто чудес не замечаем. Как часто в нашей жизни многие вещи становятся для нас привычной, и из-за привычки мы не замечаем чудес Божьих. Как часто мы говорим, а это мне повезло. Как часто мы можем слышать, это потому, что у меня сильный иммунитет, это потому, что у меня, может быть, врач хороший попался, мне помогли. Это потому, что, может быть, я заработал это, потому что у меня получилось. И при всем этом, друзья, мы отучаемся стараться уразуметь во всей своей жизни руку Божию. Написано, уразумейте чудеса Божии. Написано интересное место, «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Это тоже история Ветхого Завета, когда Иисус Навин подходил к Иордану. Он знал, что Иордан переходить надо будет. И он говорит, «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Друзья, чтобы действительно видеть чудеса Божии, работу Божию в нашей жизни, нужно идти вот этим путем. Если ходим во свете, написано, то имеем общение с Ним, путь освящения. И еще последнее, друзья, что нужно для того, чтобы нам правильно относиться к чудесам Божьим, чтобы видеть их в своей жизни. Псалом 106 написано, «Дославят Господа». Дал бы Господь силы, друзья, нам действительно вспоминать нашего Бога, что Бог наш Бог чудес. Вспоминать, что чудеса и знамения – это не самое главное в нашей жизни. Вера – это то, что движет и должно двигать нами в нашей жизни. Дал бы Господь помнить, друзья, чтобы действительно нам правильно относиться к чудесам Божьим, к Его действию в нашей жизни, чтобы помнить чудеса Его, чтобы смотреть на жизнь свою, на все обстоятельства и стараться уразуметь, что здесь и здесь и здесь и везде в нашей жизни – это рука Божия, творящая чудеса. Дай Бог нашей жизни, друзья, стремиться на пути освящения, на пути, где мы будем бороться со грехом, очищать жизнь свою, чтобы ходить во свете, потому что написано «Осветитесь, и тогда я буду совершать чудеса». И дай Бог, что мы помним об этом, стараясь разуметь это, стараясь ходить свято, друзья, чтобы мы славили Господа за то, что Он – Бог чудес, и Он в нашей жизни совершает свое дело. Очень быстро может быть несколько вопросов, друзья, я для размышления в наших семьях сегодня по теме. Первый вопрос. Какое чудо в Библии тебе нравится больше всего и почему? Можете поговорить друг с другом, особенно с детками своими. Какие чудеса Божии ты можешь вспомнить из своей жизни, где ты понимал и хорошо видел, что Бог трудится в твоей жизни? Какие чудеса ты помнишь в своей жизни? И третий вопрос. Что мы можем сделать с нашей стороны, друзья, чтобы лучше видеть дела Божии в нашей жизни? Вот это размышления для размышления в наших семьях, в группах наших. А сейчас мы помолимся, чтобы действительно Бог благословил нас и нас быть учениками Его, чтобы сила Его проявлялась и в нас, чтобы Он действовал в нашей жизни. И вот эти все наставления, предостережения, поучения, чтобы они были полезны и для нас в нашем следовании за нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, в этот утренний час воскресного дня сердечно благодарим Тебя за то, что можем собраться вот так, как есть возможность наша, чтобы молиться Тебе, чтобы склоняться перед Тобою. Собраться вместе, Господь, для того, чтобы вспоминать, как воскрес Ты, как Ты пришел на эту землю, как Ты пострадала, как умер, как воскрес, чтобы приобрести нас драгоценную цену. Господь. Благодарим Тебя за Твое воскресение, Господь. Благодарим Тебя за то, что воскресением Твоим Ты дал силу для Церкви Твоей, силу ученикам Твоим, силу дал апостолам Твоим и дал особые дары им для того, чтобы они могли трудиться в Церкви Твоей. Благодарим Тебя за то, что они оказались верными и исполнили дело, которое Ты поручил им исполнить. Господь, мы также желаем, чтобы эта сила, она была и в нашей жизни. Помоги замечать ее, Господь, помоги ходить правильно перед Тобою, помоги вспоминать, как Ты действуешь в жизни нашей, помоги славить Тебя за то, что Ты совершаешь в нашей жизни. Помоги нам, Господь, действительно не только называться, но и быть детьми Твоими, теми, которым Ты дал власть, которым Ты дал силу, теми, которых Ты ведешь по этой жизни, теми, которым Ты обещал дойти до Царствия Твоего. Благослови нас, Господь, в этом следовать за Тобою, укрепляясь в вере, чтобы нам всем с детками нашими, семьями нашими, церковью нашою достигнуть вечности и там прославить Тебя, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Какое благословение знать истинного Бога, сильного Бога, который совершает чудеса. И Он совершает чудеса в свое время, тогда, когда Он считает это нужным, важным, Он делает это. И сегодня многие люди стремятся к тому, что мы видим ложные чудеса и пытаются выдавать это за что-то настоящее, но так было всегда. Писание говорит, иудеи требуют чудес, елены ищут мудрости, а мы проповедуем Иисуса Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Наша истина, наша радость, наше счастье в Иисусе. Я предлагаю, давайте мы сейчас все встанем и споем этот гимн. Моя сила лишь в нем, моя радость лишь в нем, мое счастье лишь в нем, в Иисусе Христе. Я верю в Иисуса, цель моей жизни и свею. Моя радость, моя радость лишь в нем. Моя радость, моя радость лишь в нем, в Иисусе Христе. Моя радость, моя радость лишь в нем, в Иисусе Христе. Моя радость, моя радость лишь в нем, в Иисусе Христе. Моя радость, моя радость лишь в нем, в Иисусе Христе. Моя радость, моя радость лишь в нем, в Иисусе Христе. Моя радость, моя радость лишь в нем, в Иисусе Христе. Какое же счастье быть близко в общении с местом Хочу, чтоб люди могли это все видать Душою и сердцем спасителя мира принять Моя радость, моя радость лишь днем Мое счастье, моя счастье лишь днем Моя сила, моя сила лишь днем Дал бы Господь, чтобы эти слова были в сердце каждого из нас И наше счастье, наша радость, сила была в Господе нашем Он воскрес, Он живой, Он сегодня с нами Он сегодня желает, чтобы мы имели уверенность в Нем И да поможет всем нам Господь вот после этого богослужения Остаться с этим упованием Мы с Господом и Он с нами И поможет нам Господь проходить все это время Мы не знаем, сколько будет времени этого карантина Мы надеемся, что это время заканчивается И начнутся изменения Мы не знаем, когда и как это будет происходить Но Господь с нами Поэтому да поможет нам Господь и дальше уповать Надеяться на Господа и жить для Его славы У нас сейчас будет часть наших видеоприветов, и это всегда приятная часть, когда братья и сестры присылают приветы, поздравления, и я побуждаю еще раз, делайте это, братья и сестры, мы хотим видеть ваши лица, и это радость для всех нас, поэтому, пожалуйста, сейчас мы посмотрим и послушаем эту часть видеопоздравлений. Утро на рассвете, Иисус воскрес, прославляйте, дети, Господа небес, прославляйте, дети, Господа небес. Пасхальная весть, его здесь нет, ведь он воскрес, у гроба ангел возвещает, и от земли и до небес, та вещь через века сяет, она несется по земле, даря всем мир, покой и радость, не затихая сотни лет, не потеряя святую благость. Спешите людям рассказать о воскресении Мессии, благую пояс передать тем, кто страдает, кто бессилен, чтоб каждый знал, надежда есть, Христос живой придет на помощь, он здесь с тобой, ведь он воскрес, чтоб сердце радостью наполнить. Аминь. День воскресенья День воскресенья, мир воскресенье, славная весть, День воскресенья, утром воскресенье, Он живой Не смущайся, что у гроба стражей Иисуса ее не удержать, ими спит и горестная чаша, через него явилась благодать. Не грусти сегодня, как Мария, твой Господь не мертвый, он живой, в гробе не лежит, теперь Мессия слезы вытри, он всегда с тобой. Сегодня радуюсь я очень, теперь мое сердечко хочет, сегодня мой Господь воскрес, ооо, это чудо и чудес, Христос воскрес, и я люблю пою Иисусу Алинуя, воскрес, летит и хор небес, Христос воистину, воскрес. Дорогие друзья, братья и сестры, мы хотим всех вас поздравить с радостным праздником воскресения Иисуса Христа, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. И нам будет приятно видеть ваши лица и слышать ваши приветы. Я приглашаю, давайте мы все встанем и помолимся, поблагодарим Господа за это общение и совершим молитву в заключении нашего богослужения. Господь наш, мы благодарны Тебе вот за это время общения, за эти истины, которые мы слышали, за то, что сегодня каждому из нас ты задаешь вопрос, любишь ли ты меня, и ты ожидаешь, чтобы этот ответ был проявлен в жизни нашей. И мы благодарим Тебя за то, что мы слышали о том, что ты Бог сильный, ты Бог, который творит чудеса. И мы знаем Тебя, такового Бога, и мы можем надеяться, уповать на Тебя, мы можем доверить Тебе нашей жизни и знать, что ты имеешь всякую силу, и поэтому ты защищаешь, ты помогаешь и благословляешь нас. И мы просим Тебя, ты благослови в дальнейшем нас. Мы молимся за нашу страну, мы молимся за наш штат, вот за все эти сложности, в которых мы находимся сейчас. Помоги, Господи, и на Тебя упование наше. Мы верим, что закончится это время карантина скоро, мы верим, Господь, что Ты поможешь собираться нам вместе. Но сегодня наша молитва Тебе за тех, кто находится в болезни, за тех, кто занимается в госпиталях, за докторов, за медсестер. Мы молимся за руководство штата и за руководство страны нашей, чтобы Ты давал мудрости во всяком решении, во всяком деле. Наша особая молитва за братьев, сестер, за нашу церковь, за членов нашей церкви. Помоги каждому из них бодрствовать. Помоги, Господи, доверять Тебе жизнь, заботиться о духовном состоянии, жить для славы Твоей. И вот в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, служить Тебе и быть верными Тебе. Благослови всех нас в этом. Еще раз поклоняемся Тебе и благодарим за это время общения. Прославляем Тебя, Господа нашего Воскресшего. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры! Храни вас Господь!